Доброе утро, дамы и господа! В эфире очередная программа «Особое мнение» и ее ведущий Александр Игрант, который, как вы изволите видеть, все еще пребывает в удаленке. Но это пройдет. Но начну нашу передачу с того, что сообщу, что ее спонсор – это юридический офис Илоны Штарк. Как не хочется думать, что нас подстерегает опасность. Порой можно поскользнуться на банановой кожуре и упасть. А кто в ответе за халатное содержание места, где получена травма? Кто в ответе за ваши страдания? Ведь травму можно получить в магазине, в сабвее, в любом другом транспорте, на пляже, в ресторане, да где угодно. Все общественные места и даже частные дома обязаны иметь страховку от таких случаев. Немедленно позвоните в компанию Штаркло, и адвокаты помогут вам найти виновных, собрать доказательства и получить достойную компенсацию за ваши страдания. Риталиэйшн, то есть месть за то, что вы обратились в суд, у нас запрещена законом. А женщина, которая поскользнулась на банановой кожуре, спускаясь по ступенькам здания, в котором она жила, получила компенсацию 900 тысяч долларов. Ваша ситуация может быть другой, но в этом вам поможет разобраться адвокат Илона Штарк. Звоните в Штаркло 718-717-1111. Их адвокаты не просто хорошие, они лучшие. 718-717-1111. Ну а я начинаю сегодняшнюю программу «Чрезвычайное особое мнение». И, как уже было не раз, начну ее с песни. «Чрезвычайное особое мнение» Девушка плачет, жениха все нет. Ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой. Ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха мало пожила. А шарик вернулся, а он голубой. Да, друзья мои, это милая, короткая и очень философская песня покойного Булата Шалвовича, с которой я и начну сегодняшнюю программу «Особое мнение», поскольку тема шарика уже неделю не сходит ни с эфира, ни с экрана, ни из печатных изданий. Я, конечно, мог бы еще спеть вам песенку Корнея Ивановича Чуковского про то, как ехали медведи на велосипеде, а потом комарики на воздушном шарике, и сравнить медведей с Россией, а комариков с Китайской Народной Республики. Но это было бы статистически неверно, да и политически не очень грамотно. Итак, что же происходит? А происходит то, что 28 января этого года в воздушное пространство Соединенных Штатов в районе Алиутских островов вошел сначала неопознанный летательный аппарат, который потом очень быстро опознали и назвали его китайским стратосферным аэростатом. Так вот, этот самый аэростат вошел в Соединенные Штаты, вернее, над Соединенными Штатами в районе Алиутских островов, затем пролетел над Канадой и снова пересек нашу границу уже 31 января над штатом Айдаха, после чего о нем было доложено президенту Байдену. 1 февраля наши журналисты привлекли внимание публики к пролету этого аэростата над штатом Монтана, а в Пентагоне объявили этот аэростат разведывательным. 2 февраля в стратосфере над городом Биллинг в штате Монтана был сфотографирован тот же воздушный шар. Он был размером с три школьных автобуса, а в поперечнике длиной со средний пассажирский самолет. В Пентагоне рассматривали возможность сбить аэростат, но отказались из-за радарной малозаметности для средств наведения ПВО и боеголовок ракет, а также риска, что ракеты и части сбитого аэростата могут повредить внизу гражданские объекты. Есть свидетельства и видеосъемка, указывающие на безуспешную все-таки атаку на аэростат в штате Монтана с наземных и воздушных средств нашей противовоздушной обороны. Объяснение этим свидетельствам местные гражданские власти не находят, а военные не комментируют. 3 февраля этот самый стратосферный аэростат пролетел над штатами Канзас и Миссури. За ним наблюдали наши самолеты, включая U-2. Если вы помните, что такое Lockheed U-2, то наверняка помните, что такое 1 мая 1960 года, когда под Свердловском советская ракета сбила такой самолет, разведчик которой пилотировал Powers. Я, когда был еще совсем молод, ходил в парк культуры и отдыха имени Горького, куда привезли обломки этого самого сбитого самолета. Тогда самолеты Lockheed U-2 отличались рекордной высотой, на которую они могли подниматься. Но советская ракета оказалась еще дальнобойнее. 4 февраля, несмотря на полученные накануне заявления Министерства иностранных дел Китая о том, что этот аэростат гражданский и научный, и извинения за преднамеренный вход воздушного судна в воздушное пространство США, наш истребитель-невидимка F-22 ракетой класса воздух-воздух AIM-9X сбил аэростат над акваторией Атлантического океана на расстоянии примерно 12 миль от берегов Южной Каролины. Поиски упавших в океан частей аэростата велись с кораблей 2-го флота наших военно-морских сил и увенчались успехом. 6 февраля, то есть позавчера, некоторые обломки аэростата общим весом 2000 фунтов, это где-то 910 килограмм, были доставлены в лабораторию при Академии ФБР Квантико в штате Вирджиния. Но к этому можно добавить, что 7 февраля наш президент в своем втором послании о положении в стране, которое он читал 73 минуты, конкретно про сбитый китайский аэростат не очень распространялся, но заявил, что намерен конструктивно сотрудничать с Китаем и при этом предупредил, не заблуждайтесь. Как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну, и мы это сделали. Президент как бы намеком, но раскритиковал внешнюю политику своего предшественника, республиканца Доналда Трампа, заявив в своей речи, что до избрания самого Байдена Китайская Народная Республика, сказал он, увеличивала свое могущество, а роль Америки в мире снижалась. Больше такого не будет, заявил Байден. Я четко дал понять президенту Си, это лидеру КНР Синьцзиньпину, что мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту. Я не буду приносить извинения, что мы инвестируем в то, чтобы сделать Америку сильной. Инвестируем в американские инновации, в области, которые определяют будущее, и в которых правительство Китая намерено доминировать. А мы инвестируем в наши альянсы и работу в нашими союзниками, чтобы защитить наши передовые технологии, чтобы они не использовались против нас. Мы модернизируем нашу армию для сохранения стабильности и сдерживания агрессии. Сегодня Соединенные Штаты имеют самую сильную позицию за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или с кем-либо еще в мире. Я привержен сотрудничеству с Китаем там, где такое сотрудничество может продвигать американские интересы и приносить пользу миру. Но не стоит обманываться, настаивал Байден. Как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай угрожает нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну, и мы это сделали. Давайте четко отметим, что стремление к победе в соревновании с Китаем должно объединить всех нас. Мы сталкиваемся с серьезными вызовами во всем мире. Вот такая, друзья мои, история с воздушным шариком, который, оказывается, угрожал национальной безопасности нашей стране, да и всему миру. Так ли это? И как к этому относиться? Спрашиваю я сегодня у ожидаемого собеседника на данную тему доктора исторических наук и профессора Тонканского университета в Тайпее, столице Тайваня, Александра Писарева. Александр, здравствуйте. Александр, доброе утро. Вы меня слышите? Так вот, вы прослушали то, наверное, что вам и так хорошо известно. Итак, давайте начнем с главного. Вот этот самый воздушный шар или стратосферный аэростат, это мыльный пузырь, по большому счету, или реальная угроза? Ну, с моей точки зрения, во-первых, в этом нет, собственно говоря, ничего нового. Вот эти или подобные им аэростаты летают на протяжении последних лет везде в мире. Такие аэростаты уже посещали воздушное пространство Соединенных Штатов над Флоридой, Техасом, Гуамом и Гавайями. Наблюдали эти шары или шарики и над Японией, и даже в прошлом году мы это наблюдали в Тайбэе. Он был виден в тайбэйском небе. Они также были замечены в Латинской Америке, в Южной Америке, в Африке. Ну, то есть они летают везде. В Китае настаивают, что это обычные такие метеорологические исследования. Ну, собственно говоря, вот этот вот шарик, он не шарик. Это такая довольно большая конструкция. Обычный метеорологический зонд, ну, примерно в диаметре 2 метра. Его выпускают. Он поднимается на примерно 30 километров, может быть, проводятся какие-то исследования метеорологические, а после этого он сам уничтожается. Вот этот шарик, он в 10 раз больше, чем обычный метеорологический зонд. Примерно в диаметре 20 метров. И тоже поднимается на высоту от 30 до 50 километров. А после этого он не сам уничтожается, а он начинает лететь. И летит он в направлении, которое указывают доминирующие ветры в этой части мира. Ну, вот в отличие от известной поговорки, что ветер с востока давлеет над ветром запада, вот в этой части мира явно ветры с запада давлеют над ветром с востока. Запускают эти зонды, вот те, которые мы видели здесь, в Тайбэе, в Японии, затем над Филиппинами и далее. Над американской территорией с острова Хайнань, с восточного побережья. И вот этот вот зонд, он поднимается тоже на высоту от 30 до 50 километров, а после этого он начинает дрейфовать в соответствии с доминирующей розой ветров. Я вас перебью, Александр. Александр, а известно ли вам, или известно ли не только вам, был ли на этом аэростате автономный двигатель, какой-либо резиновый мотор, бензиновый мотор, или атомный реактор, чтобы он мог как-то ориентироваться и совершать самостоятельное движение, а не только дрейфовать? Ну, эксперты, собственно, в Соединенных Штатах сейчас изучают все, что осталось от этого шарика, и они, в конце концов, дадут нам квалифицированный ответ на эти вопросы. Но очевидно, что есть устройство. Явно это не атомный двигатель какой-то. Устройство есть. И можно, так или иначе, если не полностью контролировать, но корректировать движение вот этого аппарата. Ну, и, разумеется, корректируют это движение из Китая. Поэтому это не только ветер, но это еще и человеческая воля, которая управляет движением этого аппарата, судя по всему. То есть вы хотите сказать или намекнуть, или предположить, что, в общем, та траектория, по которой двигался этот аэростат, она была задана ему, а это не совсем было по воле волн? Ну, вот я боюсь здесь выступать с какими-то категорическими утверждениями. Я полагаю, что это, наверное, комбинация вот этой розы ветров, которая гонит этот аппарат с запада на восток. Плюс там есть какие-то механизмы, которые позволяют каким-то образом корректировать это движение. Мне не кажется, что вот то, что этот аппарат накануне объявленного визита госсекретаря Соединенных Штатов в Китай залетел сначала в Аляску, потом он пересек всю территорию Соединенных Штатов с запада на восток, что это было сознательной провокацией китайцев. Я думаю, что здесь, наверное, все-таки сочетание нескольких обстоятельств. Александр, а вот смотрите, какая штука. Этот самый шарик залетел на Аляску. То есть он пересек воздушное пространство Соединенных Штатов именно со стороны Аляски. А рядом с Аляской находится известно всем не Китайская Народная Республика, а некоторая другая страна под названием Российская Федерация. Но нигде, ни в одном сообщении не появлялась даже намека на подозрение, что это путинский подарок. Сразу заговорили, что это Китай. Более того, на публикуемых в тот день, первый же день в картах, было даже указано, откуда он вылетел. То есть очевидно совершенно, что само начало движения этого самого достаточно большого аэростата, оно было засечено нашими спутниками с момента начала его движения. То есть мы же тогда, получается, что следили за этим. Как вы к этому относитесь? – Я думаю, да. Наверное, утаить вот такую вот экспедицию с запада на восток было невозможно. Все это контролируется. И, как я уже сказал, это далеко не первый случай. Вот такого рода аппараты были замечены везде в мире, и никто не сомневается, собственно говоря, откуда они прилетели. Я думаю, что здесь, наверное, вопрос в том, как реагировать на это. Ну, то есть ясно, что на этом аппарате не было там какой-нибудь ядерной бомбы, и Китай не собирался сбрасывать эту бомбу на Соединенные Штаты. Ясно одновременно, что это не просто научные исследования, а это, конечно, элемент разведывательной активности Китая, которая наблюдается во всем мире. Ну вот, исходя из этого, я прихожу к заключению, что да, в Соединенных Штатах знали. И это уже не первый случай. И в Японии знали, и на Тайване знали. Но вопрос заключается в том, как реагировать на это. Пока еще, очевидно, протокол до конца не выработан во всех этих государствах, но я думаю, он вырабатывается. И вот то, что этот аппарат был сбит, в конце концов, в воздушном пространстве Соединенных Штатов, но не над континентальными штатами, а в море, вот это говорит о том, что, очевидно, так это будет происходить в будущем. И если такие аппараты будут появляться в воздушном пространстве, сопредельных с Китаем государств, они будут поступать таким же образом. Кстати, существует и другая проблема. Не только вот аэростаты, ну, например, дроны. Что с ними делать? На вот этих самых китайских островах, которые расположены вблизи от побережья континентального Китая, в последнее время тоже постоянно сталкиваются с тем, что, ну, такие маленькие гражданские дроны залетают оттуда, летают над воинской частью, а протокола нет. Что с ними делать? Можно взять просто винтовку, прицелиться и, бах, его сбить. Но, вроде бы, приказа такого не было. Вот. Я думаю, что это относительно новое явление в международной разведывательной работе, в международных отношениях. И страны думают, что с этим делать. Я думаю, что они уже почти придумали. И модель вот задана тем, что произошло у вас в Америке на днях. Я полагаю, что будут сбивать. Еще один вопрос. Визит в Китай нашего госсекретаря, госсекретаря Энтони Блинкина, совершенно очевидно, был запланирован раньше старта этого аэростата. То есть все шло на дипломатической мази, как говорится, он собирался, хотя цели особенной не было, он собирался встретиться с Си, о чем-то поговорить, о чем, собственно, говорить тоже не очень было ясно. Но, во всяком случае, этот жест доброй воли планировался. Потом полетел этот шар. Это несколько насторожило администрацию президента Байдена, но он насторожил и не настолько, чтобы на подлете к границе Соединенных Штатов предупредить китайцев. Знаете, что мы прекрасно знаем, что летит ваш шарик, и мы предупреждаем, смените ветер, или мы его собьем. Так сказать, может быть, это прозвучало несколько по сказочному, но могло быть обличено в какие-то дипломатические выражения. Этого не произошло. Пару дней думали, судили и рядили, сбивать его или не сбивать, наконец его все-таки сбили. Так вот, по поводу того, когда и где его сбили, тоже начались разные мнения. То есть самое простое и разумное, что пока он летел над сухопутной территорией Соединенных Штатов, сбивать его было нежелательно, и потому что до сих пор боялись, а вдруг там какое-нибудь химическое оружие, вроде вирусных летучих мышей, которые перезарезят наши Соединенные Штаты, и так перестрадавшие от китайского вируса, или обломки этого самого шарика, которые представляют из себя какую-то подучую опасность, пробьют там где-нибудь крыши, а кому-нибудь, не дай бог, пробьют головы. А вот позавчера, когда я беседовал вкратце на эту тему с политологом Ильей Левковым, он еще высказал одну точку зрения, которая, мне кажется, не очень убедительна, что опасались того, что если обломки этого аэростата упадут на землю, то их так или иначе, рано или поздно, расхватают жители окрестных селений, предъявят их кому угодно, это все просочится в прессу, начнут с суды до пересуды, и начавшаяся кампания может повредить через два года избирательным шансам президента Байдена. Вот это, по-моему, вообще не имеет под собой никакой основы. Ну и что? Вот вам кажется, все-таки опасение от того, что сбить над землей одно, а сбить над водой другое. Это, наверное, самое реальное. Ну вот я уже сказал, видимо, проблема заключается в том, что государства, над которыми летают эти аппараты, они пока еще не выработали протокола. Как с этим быть? Ну и одновременно есть другие летательные аппараты, например, дроны, которые тоже летают и залетают. Что с этим делать? Мне кажется, что проблема, конечно, не в президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, а просто с отсутствием пока еще. Это, естественно, концепция. Как реагировать на такого рода обстоятельства? Концепция вырабатывается. И то, что вот сбили, это сигнал всем союзникам Соединенных Штатов, что в будущем надо с такими аппаратами поступать именно так. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. И еще одно сравнение, которое, в общем, тоже в данном случае никак не применялось, хотя вплотную сталкивается с проблемой вторжения летательного аппарата одного государства на территорию воздушного пространства другого государства. Произошло это, если помните, 1 сентября 1983 года, когда над Сахалином советский истребитель сбил корейский «Боинг», выполнявший полет 007, и погибло тогда 269 человек. 23 члена экипажа, 246 пассажиров. Это было неописуемое злодейство, о котором утвердили много лет после этого. Но, с другой стороны, советские ПВОшники, они не знали, что находится на борту этого пассажирского «Боинга». И они могли опасаться вот этой самой бомбы или чумы, или чего угодно, точно так же, как могли опасаться американские ПВОшники на прошлой неделе. То есть вот это вторжение без предупреждения, нарушение воздушного пространства одной страны в данном случае никак не сравнимо. Но, тем не менее, после вот этого самого инцидента 1983 года так и не был разработан никакой ритуал реакции на подобные нарушения? Ну, для этого существуют горячие линии, существуют и другие средства коммуникации. Конечно, 1983 год – это, в общем, период разгара Холодной войны. Да. С точки зрения международного права нарушение воздушного пространства, если этому воздушному судну предъявлены эти требования покинуть это воздушное пространство или там приземлиться на территории этого государства не выполняется, то за этим следуют санкции. Вот. Ну вот, собственно говоря, это и произошло. Ну, вы помните эту историю, которая до сих пор еще, я думаю, не полностью для нас ясна. Да, были колебания и в советском руководстве тогдашнем. Что делать с этим самолетом? Думали, думали, никто не мог решиться. Как с этим быть? В конце концов, решились, но самолет уже практически покинул воздушное пространство Советского Союза, его сбили. Вот. Поэтому, конечно, климат в международных отношениях, он чрезвычайно важен. Наличие горячих линий, наличие каналов коммуникации между гражданскими лицами и военными лицами, это тоже критически важная ситуация. Вот, если говорить о реакции Китая, то реакция Китая, она как бы неоднозначна. Для Соединенных Штатов, для внешнего мира было сказано, что Китай сожалеет о случившемся. Китай совершенно не собирался залетать на территорию Соединенных Штатов и несколько дней летать над этой территорией. А для внутренней аудитории говорит следующее. Это были мирные исследования международного климата. Вот так случилось. Аппарат залетел на территорию Соединенных Штатов. А вот Соединенные Штаты не проявили терпения, а взяли и сбили этот аппарат. Ну, ясно, что это такая вот аргументация. Она приемлема только для внутренней аудитории Китая. Для каждой страны воздушное пространство, земельное пространство – это священная вещь, которую нужно защищать. Поэтому, если случается такое, то, я думаю, конечно, государство имеет легитимное право принять все меры для того, чтобы какие-то аппараты на высоте от 30 до 50 километров не летали над твоей территорией. Ну, вот я читаю комментарии Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики по этому поводу. Китай выражает резкое недовольство и протест. Из-за применения Соединенными Штатами Америки силы для атаки на гражданский беспилотный аэростат, Китай четко просил Соединенные Штаты решить это спокойно, профессионально и сдержанно. Но, друзья мои, сейчас мы, как обычно, прервемся на пару минут рекламной паузы, а потом продолжим беседу с профессором Писаревым о этом шарике и о других шариков, которые сегодня кое-где заходят за ролики. Оставайтесь с нами. Центр диализа СИКРЕСТ проводит процедуры очищения и фильтрации крови, вывода из организма излишней воды и токсинов. Если вам или вашим близким нужна эта жизненно важная процедура, вас ждут в диализ-центре СИКРЕСТ в Бруклине. Процедура проводится на новых современных аппаратах, в комфортных условиях и под наблюдением специалистов. Центр диализа СИКРЕСТ. Уход, забота, внимание и комфорт. Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Чтобы быть успешным по жизни, нужно быстро соображать, четко слышать и ясно видеть. С первыми двумя у меня все в порядке, а вот зрение чуть подкачало. Это я во время лазерной процедуры Лейсик в новой клинике доктора Леонардо Блея. Три минуты на правый глаз и столько же на левый. Теперь я читаю, пользуюсь компьютером и вожу машину без очков. Всего шесть чудесных минут Лейсика у доктора Блея изменили мою жизнь. Кто следующий? По статистике специалистов Дэвидзен Амбуланс Ассист, русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута – это слишком поздно? Заботьтесь о своем здоровье вновь время. Запишите телефон скорой помощи Дэвидзен Ассист. 1-888-710-0303. Здоровье ваше вам решать. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator. 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их прижить. Мы готовы помочь. Дэвидзен Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидзен Радио сможет привлечь новых клиентов к вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-80-05. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-80-05. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение» с Александром Грантом. И, следуя только что услышанному, хочу еще раз напомнить вам, что спонсор этой передачи – юридический офис адвоката Илона Штарк. Вы получили травму на рабочем месте? Звоните в Штаркло. И помните, работодатель обязан обеспечить вас безопасным, качественным оборудованием и несет ответственность за вашу жизнь. Не важен ваш эмиграционный статус, работаете вы на себя или на кого-то. Помните, тот, кто дал вам работу, заказ или орудие труда, должен иметь страховку и нести ответственность. Вот мужчина менял бетонное покрытие во дворе больницы при помощи отбойного молотка. А подрядчик предоставил ему этот инструмент с неправильным наконечником. Из-за этого мужчина упал и повредил спину. Судили больницу и главного подрядчика, General Contractor. Получена компенсация в 2 миллиона долларов. Ваша ситуация может быть другой, но в этом вам поможет разобраться адвокат Илона Штарк. Звоните в Штаркло 718-717-1111. Их адвокаты не просто хорошие, они лучшие. 718-717-1111. Ну, а я продолжаю программу «Особое мнение», которым сегодня делюсь с профессором Танканского университета в столице Тайваня, Тайбэи, Александром Писаревым, с которым регулярно обсуждаем события и в материковом Китае, и на этом острове. Итак, мы говорим о том, что китайцы запустили этот самый шарик, который официально называется «Стратосферный аэростат», а этот шарик залетел на территорию Соединенных Штатов, где его и благополучно через два дня полета на третий сбили над Атлантическим океаном в 12 милях от штата Южная Каролина. Так вот, мы говорили о том, что как он выглядит, откуда он вылетел, куда летел, что он из себя представляет, но мы коснулись того, что президент Джо Байден в связи с этим отложил планированные возможные дипломатические поездки своего госсекторя Энтони Блинкина в Китай. О том, как прокомментировал китайский МИД это событие, я уже сказал, и Китай отклонил запрос Пентагона на разговор по закрытой линии между министром обороны Ллойдом Остином, нашим, и министром национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ, после того, как американские истребители в субботу сбили этот самый китайский воздушный шар. Но вот если говорить о том, каковы все-таки дипломатические осложнения этого события, можно ли говорить, что они уж очень сильно повредили и без того не очень хорошим отношением между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки? А уж то, что брякнул Байден в своей речи о послании о положении страны, о том, что при президенте республиканце Трампе недостаточно агрессивно были встречены инициативы Китая, которые, так сказать, ставили под угрозу не то, что нашу национальную безопасность, но наше экономическое благосостояние. Это, по-моему, было вообще откровенной ложью, потому что вот всю эту торговую войну с Китайской Народной Республикой инициировал именно Трамп. Если вы помните, Александр, как это было? Ну, вы совершенно правы. Мы с вами на протяжении последних лет это обсуждали неоднократно. Да. На самом деле президент Трамп выступил совершенно новой парадигмой внешней политики Соединенных Штатов. И вот главным, наверное, нововведением было то, что президент Трамп объявил Китай главным, ну, конкурентом, что ли, Соединенных Штатов на мировой политической и экономической арене. Это явно противоречило внешнеполитическому курсу демократов, которые, ну, на протяжении 30 с лишним лет рассматривали Китай в качестве сложного, но перспективного партнера. Поэтому я думаю, что это была несправедливая критика президента Трампа. Кстати сказать, демократы во многих отношениях наследовали, как бы приняли и для себя вот эти определения внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов, которые были сформулированы президентом Трампом. И вот то, что мы услышали в этом послании президента Байдена, корреспондирует с тем, что на протяжении вот всех лет президентства говорил господин Трамп, а говорил он следующее, что Китай является вызовом. Китай – это и экономическая, и геополитическая угроза интересам Соединенных Штатов на мировой арене. Так что вы правы. Вот то, что Джо Байден не раз уже говорил о том, что если уж на то пошло, то он, будучи вице-президентом, а до этого будучи сенатором, исколесил весь Китай, я имею в виду материковый Китай, от корки до корки, и проехал такое количество миль вместе с сись, с которым он встречался и беседовал несколько раз. То есть он как бы педалировал свои особые отношения с руководством Китайской Народной Республики, которых не было у Трампа. Глядя назад, это подтверждается фактами или нет? Ну, фактами это подтверждается, я думаю, то есть вовлеченность президента Байдена в китайские дела, но он был вовлечен как демократ. А политика демократов заключалась в том, чтобы иметь Китай в качестве в какие-то периоды практически стратегического партнера или просто партнера. Но я уже сказал, что в американской внешней политике, с моей скромной точки зрения, произошел тектонический такой вот разрыв. Это связано с временем президентства господина Трампа. То есть Трамп изменил вот этот вот вектор, вот это понимание, где главная угроза для интересов и безопасности Соединенных Штатов. И он прямо указал, что эта угроза сейчас в меньшей степени, а в дальнейшем в большей степени, это Китай. И после прихода возвращения демократов к власти, несмотря на предысторию личных взаимоотношений с руководителями Китая и вовлеченности в китайские дела нынешнего президента, Соединенные Штаты восприняли вот эти нововведения, которые были привнесены президентом Трампом и в этом смысле, ну и, кстати, не только в этом, но и в других смыслах, они в значительной мере наследовали вот этот вот внешнеполитический курс прежнего предыдущего американского президента. Александр, когда бы ни заходил разговор о каком-либо напряге в отношениях между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республики, непременно туда рефренирует Тайвань. Обострение отношений между материковым, очередное обострение отношений между материковым Китаем и островом, опасность вторжения, военного вторжения Китайской Народной Освободительной Армии на Тайвань, а последний почти год, то есть со времени вторжения России в Украину, это уже и совсем стало каким-то уже уроком, предостережением, наглядным прибором, который показывают ученикам, что будет, если будет. Вот этот шар в какой-то степени поставил какой-то очередной восклицательный или вопросительный знак в отношениях между материковым Китаем и островом Тайвань? Или это совсем, вот как отнеслись тайваньцы к этому самому шарику, посмеялись? Нет, на Тайване это все обсуждалось, обсуждалось также и решение Соединенных Штатов вот таким вот образом прекратить этот полет. Я думаю, что сейчас в президентском дворце, ну, наверное, не с утра до вечера, но временами обсуждают, а что нам делать, если вот такой шарик вновь будет пролетать над Тайбэем? И то, что сделали в Соединенных Штатах, очевидно, будет уроком, который будет выучен в Тайбэе. Но, тем не менее, вот отношения между двумя берегами, они ведь изменчивые. И нельзя сказать, здесь я с вами не вполне согласен, что вот сейчас, именно сейчас, в наступившем году мы переживаем период очередного обострения отношений между двумя берегами. Мне кажется, и, может быть, мы не до конца еще понимаем, что стоит за этим, но континентальный Китай и нынешнее руководство Тайваня рассматривают возможности некоторого тактического улучшения отношений между двумя берегами. После того, как Китай открыли для внешнего мира, и Китай сам открылся для внешнего мира, появились перспективы и возвращения к конструктивным отношениям между Тайванем и континентальным Китаем. Сейчас ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения между континентом и Тайванем. Ну вот, до эпидемии 2020 года было около 50 аэропортов, которые летали самолеты с Тайванем на континенте. 10 аэропортов обслуживали авиасообщения между берегами на Тайване. Сейчас открыты 4 направления. Обсуждается возобновление авиасообщения по 16 направлениям, то есть 16 аэропортов в континентальном Китае. Ну, буквально вот в прошлом месяце было возобновлено сообщение, поробное между островами, которые находятся в юрисдикции Китайской Республики, ну, Тайваня, иначе говоря, Цзиньмэнь и Мадзу с континентальным Китаем. Они находятся на, ну, в общем, совсем близко от побережья континентального Китая, там десятки километров. Вот. Ну, объявлено о том, что, по крайней мере, в ближайшие месяцы планируется несколько визитов различных ассоциаций тайваньских промышленников в Китай. Делегация от Гоминдана отправилась для ведения переговоров в Китай. То есть ситуация меняется, она не всегда меняется в направлении обострения. Вот сейчас мы наблюдаем какую-то попытку, и мы стараемся понять, а что за этим? Попытку улучшения отношений между Тайванем и континентальным Китаем. И это не противоречит опасениям многих экспертов о том, что до 2027 года Китай, возможно, тем или иным способом попытается решить проблему объединения между КНР и Тайванем. Ну, вот под тем или иным способом вы, конечно, подразумеваете один способ. И в связи с этим я хочу напомнить, что один из наших военных экспертов как раз указал даже не 1927, а 1925 год, как год возможного или попытки возможного вторжения китайских вооруженных сил на территории острова Тайвань. И тут я как раз хочу напомнить уже пример России и Украины, что ведь это вторжение, которое произошло 24 февраля прошлого года, оно практически предвиделось с достаточной точностью, и для этого были достаточные основания. И эксперты Запада, прежде всего британские, а потом наши, американские и прочие, они утверждали, что это произойдет, что это произойдет, что это должно произойти, и как Карфаген, который не может быть не разрушен, а будет разрушен, и это таки произошло. Другое дело, что Россия совершенно по-идиотски рассчитала свои возможности, и из этого не получился блицкрик, но это уже другое. Но сам факт вторжения, это предвидели и рассчитали, есть ли что-то подобное вот в этом предвидении 1925 или 1927 года, или это тоже, так сказать, выстрел в пространство? Ну, есть соображения, которые, наверное, склоняют нас к мысли о том, что это возможно. Ну, это, я бы сказал, скорее всего, личные, внешнеполитические амбиции и внутри государственные амбиции нынешнего руководителя КНР. Я полагаю, что не совсем осторожно. Он сам в какой-то мере, в какой-то степени загнал себя в угол после того, как было принято решение о том, что он станет новым китайским императором. Китайский император должен предъявить что-то китайскому народу. Предъявлять пока особенно-то нечего. Вот была эпидемия, которая, ну, страшно ударила по экономике и по обществу Китая. Значит, с экономической точки зрения нехорошо. Экономический рост, ну, по сути дела, практически прекратился. Рост уровня жизни тоже прекратился. В Китае были массовые протесты против тех мер, которые власти используют для контроля над эпидемиологической ситуацией. Ну, вот что. Ну, император должен сделать какой-то жест. И, естественно, что от него ожидают многие в Китае, это решение, главное, с точки зрения внутри политической пропаганды, проблема – это объединение между берегами. И вот, если посмотреть под этим углом, то да, президент Си отчасти находится в положении, в котором находился президент Путин. Хотя, на самом деле, президент Путин совершенно не обязательно должен был делать этот вот самоубийственный жест. Я имею в виду начало войны в Украине. Ну, посмотрим. Два президента, один царь, другой император, они учатся друг у друга. Далеко не всегда. Это самое лучшее, чему они могут научиться друг у друга. Но я полагаю, что президент, император Си, глядя на то, что происходит на протяжении последнего года, я имею в виду российскую войну в Украине, ну, будучи здравомыслящим человеком, он понимает, что это, то есть подобное реагирование, сопряжено с очень серьезными проблемами. Вот как раз это и будет моим, может быть, даже заключительным вопросом нашей сегодняшней беседы, потому что и вопрос, и ответ займут достаточное время. Итак, господин Путин и окружающая его группа ограниченных лиц, они справедливо, с их точки зрения, полагают, что те районы Украины, на которые они претендуют, и часть которых они уже подчинили, это исконно российская территория, принадлежащая еще Российской империи, а затем Союзу Советских Социалистических Республик. Это их право, и население, которое находится на этих территориях, счастливо приветствовать старых друзей. Точно так же китайское руководство считает, что Тайвань – это их исконная территория, которая принадлежала Поднебесной империи, должна принадлежать и будет принадлежать. Но в данном случае, в какой степени, вот вы говорите о том, что Путин и Си учатся друг у друга, в какой степени на президента Китайской Народной Республики или на главу председателя или начальника может произвести российско-украинский урок. То есть представляет ли себе Си, что появится, если там существует коллективный Запад, то здесь появится коллективный Восток, который в случае нападения Китая на Тайвань единодушно встанет на сторону Тайваня точно так же, как Запад встал на сторону Украины. И военной помощью, и экономической помощью. Но под Востоком, я имею в виду, естественно, не столько географическое, сколько геополитическое понятие. Убедит ли это президента Китая действовать благоразумнее? Как вы считаете? И вообще, возможно ли Тайваню рассчитывать хотя бы на какую-то долю такой же помощи и такого же единомышля, как это произошло в Европе? Я полагаю, что в этом смысле, конечно, у Тайваня даже больше шансов на единомыслие, помощь во всех отношениях, чем это было в начале конфликта с точки зрения Украины и будущих союзников Украины. Ну, в общем, Запад не говорил и до сих пор не говорит о том, что кроме экономической и военной помощи еще будет и прямая военная поддержка. Ну, а американский президент сбивчиво, но последовательно продолжает утверждать, что Америка готова защищать Тайвань. То есть в этом смысле, я полагаю, у Тайваня даже больше надежд на то, что будет непосредственное военное вовлечение тайваньских квази-союзников, к числу которых, прежде всего, конечно, относятся Соединенные Штаты, которые являются главным гарантом безопасности Тайваня. Это союзник Соединенных Штатов Япония. Мы видим о том, что последние события политические на Филиппинах, скорее всего, свидетельствуют о том, что и, скажем, эта страна тоже может в какой-то мере участвовать в помощи Тайваню. Ну и, наконец, традиционные союзники Запада на самом Дальнем Востоке. Это, прежде всего, Австралия, ну и в какой-то мере Новая Зеландия. То есть здесь за Тайванем выстраивается широкий фронт. Так сказать, единый фронт поддержки Тайваня. И это возможно. Это будет не только экономическая помощь Тайваню, помощь военными какими-то материалами, но и прямое вовлечение в конфликт. Но вопрос состоит в том, нужен ли Тайваню этот конфликт. Потому что, понятно, если этот конфликт, в конце концов, станет реальностью, то поле боя будет здесь, на этом острове. А результаты этого мы можем наблюдать по тому, что мы видим, когда следим за трагическими событиями на Украине. То есть вот в чем корень. Да, Запад готов помочь. Но нужно ли, в конце концов, ввести дело к тому, чтобы вот здесь, на Тайване, судьба этого Тайваня решалась военными средствами? Ну, об этом наверняка думают в президентском дворце на Тайване. И наверняка император Си тоже думает над этим. Поэтому американские эксперты не говорят напрямую о том, что 25-27 год – это будет просто удар по тайваньской территории. Говорят о возможной блокаде вот тех самых островов, которые находятся вблизи от тайваньского побережья. Говорят о блокаде самого Тайваня. И, собственно говоря, этот сценарий был отработан Китаем уже после визита госпожи Пелози на Тайвань. То есть речь идет о разных сценариях того, как это может произойти. Если будет блокада, если будет блокада островов, если будет предъявлен ультиматом правительства Тайваня, или мы ударим, или вы согласитесь с тем, что вы часть Китая – вот это один вариант. Тайваньское правительство отвергает этот вариант. Это вариант войны. Ну, это уже совершенно другая ситуация, которая абсолютно проигрышна для Тайваня. И я бы сказал, что не выигрышна для континентального Китая. Профессор, в случае с Украиной находятся голоса, которые предлагают провести там новую 38-ю параллель, то есть корейский вариант, и поделить Украину на, так сказать, северную, то есть на западную и на восточную. Предлагается ли хотя бы отдаленно такой же вариант в Китае провести водную 38-ю параллель по Тайваньскому проливу? Ну, эта параллель существует. Она признается, по сути дела, фактически, не с точки зрения международного права, и Тайванем, Тайванем и Китаем. Поэтому, да, это вот ситуация, которая существует, но не признается континентальным Китаем. Понятно. Ну, а что ж, друзья мои, наша передача так или иначе подошла к нежелательному концу, поскольку есть еще о чем поговорить, но и впереди у нас с профессором Писарем достаточно время. Александр, благодарю вас за этот час и за ту информацию, которую мы, как всегда, своевременно от вас услышали. А с вами, друзья, я прощаюсь до следующей встречи в эфире. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова